Сезон асфальтовых гонок официально закрыт. В Шимкенте прошел последний завершающий этап тайм-атак Шимкент-2017. Это событие стало традиционным для третьего мегаполиса и его с нетерпением ждут автолюбители и владельцы моноприводных железных коней. Однако на осенний этап на трассу выехало всего пять машин. По словам организаторов, разрешение на гонку дали всего за два дня до мероприятия, поэтому провести рекламную акцию и подготовиться к гонкам практически не было времени. Специализированную трассу, к примеру, готовили ночью и проверяли ее ранним утром. Александр Громов, подаривший городу проведение такой дисциплины, с грустью говорит, что праздник, который планировался для автоспортсменов, не удался из-за несвоевременной работы должностных лиц. Немножко непонятки с нашим акиматом идут. Нам слишком поздно дали разрешение. Мы не успели ни спонсоров подготовить, ни участников толком не набрали, потому что не было ни афиши, ничего. До последнего дня буквально было неизвестно вообще, будет гонка у нас или не будет. Либо был просто формат тренировки, либо уже как соревнования провели. Как акимат все-таки дал нам разрешение, поэтому решили провести третий этап закрытия сезона. Осенний тайм-атак в сжатые сроки готовили всем миром. Музыкальное сопровождение гонки подарил клуб «Саунд-13». Юрий Микропола признался, что сам неравнодушен к гонкам и от чистого сердца решил поддержать организаторов. Заметно поднялся по сравнению с тем, что было раньше. Намного чаще стали проводиться какие-то мероприятия касаемо автомобилей в Шимкенте. Развивается и город, и люди тоже много спрос имеют, интересуются. Поэтому такие мероприятия проводят чаще. Если бы не было зрителей, я бы не думаю, что так часто это все проводилось, потому что смотреть было бы не на что. Тем не менее, небольшое количество соперников ни капли не расстроило участников. И в этой пятерке есть с кем потягаться автосилами. Тем более, на трассе присутствовал как современный, так и советский автопром. Не обошлось и без японских автомобилей. Автоспортсмен Анатолий Горбушин решил проехать трассу на автомобиле «Хонда Цивик». Довольно непростая, сложная. И соперники достойные тоже. Такие гонки, мероприятия нужны. Это для молодежи. Они больше увлекаются этой частью, чем другим либо каким-нибудь. Завершила гонку скромная церемония награждения. Организаторы озвучили идею провести зимнюю снежную гонку. Но пока это только в планах.